Ребята, всем привет! У нас сегодня очень веский повод для встречи. Я бы даже сказал два повода. Сегодня мы будем сравнивать два бюджетных автомобиля. Это Ravon R4 с автоматом и Nissan Almera с автоматом. Но это будет не просто обзорчик, не просто тест-драйв. Это будет очень подробное сравнение. Я даже сегодня прихватил с собой рулетку. По своей сути оба этих автомобиля являются прямыми конкурентами и если мы посмотрим на них внешне, они даже чем-то похожи. И тот и другой автомобили продвигают идеологию. Много машины за, в принципе, умеренные деньги. Но даже в этом сегменте разница почему-то оказалась довольно-таки существенная. Если говорить про базовые автомобили с кондиционером и автоматом, то Ravon R4 можно купить от 559 тысяч рублей. А Nissan Almera с автоматом по прайсу вы не купите дешевле, чем за 756 тысяч рублей. Я сейчас говорю про модификации. Это будет кондиционер и автомат. Но у нас сегодня автомобили не базовые. Мы взяли максимальные комплектации. Поэтому представленный Nissan Almera стоит 816 тысяч рублей, а наш Ravon R4 629 тысяч рублей. И если так посмотреть, получается, что максималка между Ravon и Nissan в 190 тысяч. По-моему, да. В 190 практически тысяч рублей. Ну, я хочу сказать, это довольно-таки существенная сумма. Я думаю, много времени уделять внешности мы не будем, потому что в этом сегменте больше важна практичность и, конечно же, цена. Итак, ребят, Nissan Almera 816 тысяч рублей. Задние тормоза у нас, к сожалению, барабанные. Ravon R4. Задние тормоза также барабанные, но цена 629 тысяч рублей. И там, и там мы получаем с вами за эти деньги 15-е литые диски. В Nissan Almera еще добавится задний парктронник, чего, к сожалению, не будет у нас в Ravon R4. Если мы посмотрим на автомобили сбоку, то прекрасно видно, что на Ravon нет ни одной хромированной детали. Ни вокруг стекол, ни на ручках. То есть вообще просто ничего такого нет. На Nissan Almera у нас идет хромированная полоска по нижней части двери, хромированные окантовки вокруг всех стекол и хромированные ручки открытия дверей. И придает ли это машине, ну, дороговизны внешне? Честно, я не знаю. Многие даже наоборот. Хром, знаете, любят как-то в черную пленку затянуть, еще что-то. На мой личный вкус, на мой личный взгляд, разницы, ну, никакой для меня нету. Хотя хромированные вот такие вот блестяшки, ну, наверное, смотрятся поинтереснее. Вот, пишите в комментариях, как вам больше реально нравится вид вот такой, строгий, да, без всяких хромированных частей, либо как у Nissan с подчеркнутыми хромированными деталями. Ребят, переходим к сухим цифрам. Кто-то скажет, это задротство, но на самом деле люди, которые покупают такие бюджетные автомобили, для них параметры багажного отделения очень важны. Багажник Ravono мы можем открыть с брелка, у Nissan, к сожалению, такой возможности нету. Мы открываем либо из салона, либо просто вставляем ключ в личинку и поворачиваем. Все, открыли. По объему, по объему. На сайте Ravono указано, что здесь объем 563 литра. У Nissan на сайте указано, что объем 500 литров. То есть разница получается в 60 литров. На самом деле, вроде бы как 60 литров немного, но с другой стороны, когда вам вот именно что-то нужно будет положить, какие-то лишние эти два пакета, как раз эти 60 литров могут и пригодиться. Но, как говорится, доверять производителям по сухим цифрам, которые у них написаны на сайте, мы не будем. Мы сегодня воспользуемся линейкой. Линейка. Первый раз, наверное, у меня на канале. Хотя нет, было такое, что я замерял. Но сегодня я прям хотел акцентировать на этом ваше внимание, потому что многие люди эти машины покупают для регионов, кто-то для малого бизнеса. И давайте посмотрим, чей же багажник реально больше. Так, от сиденья до замка. Зацените. 109 сантиметров у нас получается. Окей, погнали у Nissan померяем. От сиденья до замка. 116 сантиметров. То есть на 7 сантиметров, на 7 сантиметров багажник Almery он длиннее. Так, а откуда же объем тогда взялся у Ravono? Я не понимаю. Давайте померяем между стенками. Так, между стеночками получается у нас. Фиксируем. 138 сантиметров у Ravono ширина. Так, Nissan теперь погнали между стенками. Посмотрим сейчас, какой поинтереснее по ширине багажник у нас. Так, фиксируем. Ой, извините, извините, съехала рулетка. Давайте еще раз. Сейчас, 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 парни. Опа, фиксируем. 132. То есть он здесь, получается, на 5 сантиметров, да? Уже. Правильно? И, как я вижу, даже с невооруженным взглядом видно, что пол багажника у Almery чуть-чуть приподнят. По сравнению с Ravono. То есть тут мы получаем 55 сантиметров. От пола до верхней кромки. Здесь мы получаем 61 сантиметр. Разница 6 сантиметров. Это достаточно много. Так, и вот здесь вот на изгибе мы замеряем. Получается ровно 110 сантиметров. Это для тех, кто перевозит и здесь на изгибе. А, то же самое, практически там 112. Ну, небольшая разница, пару сантиметров. Вот отсюда объем, собственно говоря, и взялся. Потому что пол гораздо ниже уровода находится. И он элементарно шире. Давайте посмотрим комплектацию багажного отделения. Что у нас там ходит. Так, тут у нас резиновый коврик. Под полом багажника. Запасное колесо, инструменты. Никакой дополнительной шумки я, к сожалению, в этом автомобиле не вижу в багажнике. Давайте посмотрим то же самое в Nissan. Так, поднимаем пол. А, ну вот правильно, смотрите. У нас багажное отделение, видите как? Выступ, выступ. Поэтому, собственно говоря, он и по объему меньше. Также запаска, никакой дополнительной шумки, инструменты. Аналогичная комплектация. Но я вижу, что у Almera есть декоративный декор. Такой вот это, да, карпет на крышке. А у Ravono нет, голый металл. Ну, с эстетической точки зрения смотрится, конечно, голый металл. Не так хорошо, как закрытая часть. Но лишние 63 литра меня бы подкупили, наверное, все-таки больше, чем кусочек карпета. Но это, опять же, с практической точки зрения. Давайте немножко пару слов по дорожному просвету вам скажу. Здесь Ravono немного проигрывает. 150 миллиметров дорожный просвет. У Nissan Almera 160 миллиметров дорожный просвет. Разница получается у нас в сантиметр. Сейчас посмотрим, у какой тачки есть пневмоупоры. Так, здесь пневмоупоров нету. Пневмоупоров, к сожалению, здесь нету. Давайте посмотрим у Ravono. Комплектация у нас как-никак максимальная. Может, есть? Нет, тоже пневмоупоров нету. Это плохо. Так, сейчас заглушу движок, чтобы он нам не мешал. Что мы здесь видим, ребята? Здесь у нас движок 1.5, 16-клапанный, 106 лошадиных сил. Кстати, обратил внимание, что дополнительная шумоизоляция на капоте установлена. За это небольшой плюсик мы сразу ставим ровончику. 106 лошадиных сил. И самое главное, что шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Потому что в основном на бюджетных автомобилях у нас четырехступки, да? Но здесь уже установлена шестиступенчатая коробка. В принципе, такая же, как на Chevrolet, Aveo, там, на Cobalt. Помните, они раньше там были. Значит, здесь у нас 1.6, объем чуть больше, но мощность наоборот, чуть меньше. 102 лошадиные силы. Но вот, к сожалению, автомат у Nissan идет не шестиступка, а четырехступка. Соответственно, на трассах, на высоких скоростях расход топлива, по идее, будет побольше. Да и, в принципе, расход топлива, да и в городе должен быть больше. Потому что, ну, как бы логично, да? Меньше передач, выше обороты, расход больше. А здесь, наоборот, шумоизоляции на капоте мы никакой не видим. Даже в автомобиле за 816 тысяч. И это минус. Но зато здесь в багажнике шумка есть. Зачем дополнительно шумить багажник и не шумить мотор? Фиг знает. Но, как бы, показываю. Вот, ребят, как есть. Взял сегодня два автомобиля. Я просто рядом с ними от одного к другому хожу и просто вам наглядно показываю, что, как, чего. Соответственно, что мы тут получаем? И та, и та машина может ездить, в теории, на 92-м топливе. Но я бы, наверное, все равно в 95-м заправлялся. Ну, я так всегда, в принципе, и делаю. Даже сейчас свою крошку, ласточку, весточку заправляю исключительно в 95-м на хороших, дорогих заправках. Кстати, хотите, сделаем тест-драйв Ravon R4 против Lada Vesta Sedan. С моей не будем сравнивать. Мне кажется, интересно получится. Возьмем Lada Vesta 1000 за 650 и возьмем Ravon за 650. Ну, он, правда, максимум 629 может стоить. Ладно, хорошо. Возьмем Vesta за 630 и возьмем Ravon за 630 и посмотрим, что интереснее. Если вам это нужно, прямо сейчас поставь лайк и напиши об этом в комментарии. Вот. Поэтому моторы, господи, да, обычные моторы ездят, люди катаются. И, в принципе, вопросов-то к ним особо никаких нет. Это если рассматривать каждую машину отдельно в рубрике БУ, да, там про все минусы движков. Да, но мы сегодня смотрим на, скажем так, потребительские качества автомобиля. Что лучше едет, у кого багажник побольше, у кого салон поприятнее. То есть такой у нас обзор для тех, кому лень мотаться по салонам, и он сразу хочет посмотреть видос и уже принять решение непосредственно перед монитором. Вот сегодня для таких людей это видео. Перед тем, как прокатиться, сейчас заценим, сколько места на втором ряду сидений у каждого автомобиля. Обе машины у нас на зимней нешипованной резине. Поэтому мы сможем оценить шумоизоляцию, ну, скажем так, в полной мере, да. Равнозначные практически у нас там покрышки стоят по бюджету. Сейчас посмотрим, сколько места у нас в Nissan Almera. Ребят, чтобы быть максимально честными, мы сегодня будем замер производить таким образом. Отодвигаем сидение максимально назад. Все, да, больше не двигается. И теперь присаживаемся на второй ряд. Опа! Так, несмотря на то, что спинка наклонена, все равно место... Ну, я не могу сказать, что есть, но они жестко не уперлись, скажем так, да. Вот, то есть, в принципе, ехать можно. Но только один небольшой косяк, голова у меня в потолок уперлась. Даже не голова, а мой помпончик замечательный. Слушайте, ну, для моего роста метр девяносто три недолго прокатиться вполне себе подойдет. Ладно, погнали, посмотрим, что в равоне. Склеек монтажа здесь не будет. Будем фигачить это одним кадром, чтобы все было прям четко. Так, присаживаемся в равон. А, ну здесь я уже отодвинул. Все, вот по максимуму, ребят. Смотрите, все, никуда уже не двигается. Погнали, попробуем, что у нас тут. Тоже спинка наклонена, естественно. Вот, смотрите, сразу какой момент. В Ниссане я ногами не уперся. То есть, они как-никак ходили, да. Я мог им двигать в равоне, я не могу этого сделать. Но, смотрите, какая тема. Тут можно их вот так просунуть. И здесь спинка сиденья сделана так, что есть углубление. И, в принципе, вы так вот раз, как этот птенчик, сели и можете ехать. Но зато здесь голова в потолок не упирается. Объясню, почему. Здесь есть специальная ниша над головой. Посмотрите. Вот, сейчас мы вам покажем. Здесь есть ниша над головой. Соответственно, вы просто головой не упираетесь. Что у нас получается? Расстояние для ног плюс-минус одно и то же. Но, как плюс-минус. Здесь вот так вот, конечно, если я только в разные стороны ноги расставлю ехать. Ну, не знаю. Короче говоря, над головой здесь место больше. Для ног место меньше. Вы сами все видите. Все. Переходим уже на водительское сиденье. И все, погнали кататься. Выключим, пожалуй, магнитолу. Добрались мы до интерьера Равона Р4. Ребят, ну, что сказать. Вот машина наша стоит 629 тысяч рублей. Роскоши, конечно, здесь нет. Очень радует глаз то, что интерьер не черный. Ну, лично мне это нравится, что хоть какие-то приятные бежевые оттенки. Вот эти вот цвета, бежево-какие-то серые. В принципе, такой нейтральный цвет, который вообще никоим образом меня не раздражает. Руль не кожаный. Он резиновый, мультифункции у него нет. Здесь вставка из крашеного пластика. Магнитола, хотя и двухдиновая. Но, видите, она обычная. Здесь есть Bluetooth, громкая связь. Музыку с телефона можно выводить. Есть AUX USB. Кстати, я жаловался в обзоре на Vestu то, что я подключил телефон в USB-шку. И у меня глючил iPhone. Давайте посмотрим, здесь работает. Да, вопросов нет. Все заряжает, все хорошо. Музыка, самое главное, грамотная заиграла. Иванушки, ты где-то. Вот, у меня оператор, видите, меломан Иванушек слушает. Для него специально включаю. Соответственно, кондиционер у нас идет в автомобиле. Климат-контроля нет. Пристегиваем ремень, давайте прокатимся. Так, начинаем движение, ребят. Спидометр у нас цифровой, тахометр аналоговый. Ну, такая типа а-ля мотоциклетная тема, да. Как будто мы на Yamaha R1 несемся. Движок, напоминаю, 1.5, 106 лошадиных сил. Автомат, 6 ступка. Резина у нас стоит, резина у нас липучка. Липучка сегодня, то есть зимняя, не шипованная. Сейчас мы выйдем на прямой отрезок дороги. И газ в пол прожмем. Посмотрим, как автомобиль разгоняется. Так, ну, первое впечатление довольно-таки приятное. Не могу сказать, что в салоне шумно. Понятное дело, что зимняя резина, в принципе, сама по себе не шипованная. Она мягче, да, чем летняя. Поэтому и гул отарок будет меньше. Но вот на зимней не шиповке очень комфортно ехать, реально. Автомат, в принципе, неплохо переключает, быстренько. Отщелкивает передачи. Набирает обороты. Я поставил сегодня боковую камеру, чтобы вы могли смотреть за показаниями спидометра, тахометра, да, на какой передаче, как, что переключается. Я думаю, в сегодняшнем тест-драйве это будет очень важно, актуально. Сейчас я еле нажимаю, потому что впереди едут два автомобиля. Сейчас мы их немножко отпустим. И уже попробуем разогнаться, посмотреть, как машина себя поведет от нуля до 100 км в час. К сожалению, у автомобиля маленький пробег, всего 100 км. Она вообще никоим образом не обкатана. Да простит меня, как говорится, владелец этой машины. Сейчас поедем, ребят. Так, все. Ну, газ пол. Небольшой букс. Даже большой букс. Все равно буксует. Пошел разгончик. 80. Соточка. Не быстро. Сразу хочу сказать, не очень быстро. Но на первой передаче мы очень прилично буксовали. Потому что все-таки липучка, а асфальт какой-то непонятный. Ну, влажный сегодня, да. Поэтому немножко мы в букс провалились. Окей. Ну и плюс в горку ехали, конечно. Сейчас еще разочек попробуем. И еще одна попыточка разгона. Ну, здесь у нас немножко под горку. Ну, будет равнозначно туда в горку, обратно под горку. Ну что, газ пол. Ой. Сука, на задней передаче. Вот это, блядь, угар. Сейчас машину пропустим. Toyota Camry. Toyota Camry. Вот это мы сейчас чуть не рванули назад по жести. Прям вот это мастер. Конечно, ребят, тест-драйв вам обзор делает. Вчера ситуация, когда на днях была, тоже стою на улице. А чувак на новой BMW 7-ке, G02, проехал вперед. Ну, на перекрестке, да. И перекрыл движение этому перпендикулярному потоку. Включил заднюю, подздал назад и забыл, походу, обратно переключиться на драйв. И я вот думаю, я такой сижу, думаю, блин, чувак, сейчас же зеленый загорится. Ты газ в пол как нажмешь, а он не 850, а типа long. Так и было. Он как рванет назад. Но, слава богу, расстояние было большое. Успел он оттормозиться. Ну, ладно, погнали. Газ в пол. Вот это разгончик. Ну, под горочку, конечно, побыстрее машина разгоняется. Ну, понятно, понятно, все ясно. Так, в поворот заходим. Ох, на мягкой резине-то как весело. Слушайте, ну, что могу вам сказать. Когда просто жестко прожимаешь газ в пол, есть небольшой звук от коробки. Это на уже 6000 оборотах. Мотор, в принципе, ну, он так довольно-таки громко работает, тоже на высоких оборотах. Но я бы не назвал этот звук, знаете, прям такой жесткий, надрывный, что такое ощущение, что он просто развалится. Нет, ну, он слышен, он слышен. Так. Ну, неплохо. Неплохо. Для этого автомобиля и этой резины не худший вариантик. Так, давайте сейчас мы развернемся и чуть на больших скоростях попробуем поперестраиваться. Мы сегодня на такой закрытой площадке практически, да, чтобы людям особо не мешать. Ну, раскручивается мотор очень быстро. Вы сами видите, хоп. Все, вопросов нет. У автомобиля есть возможность ручного переключения. Она, правда, немножко странновато реализована. На селекторе коробки передач кнопка слева, и вы пальцем щелкаете. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так, ну, вот первая у нас, получается, поехали. Оп, вторую подключили. Третью, четвертую, пятую, шестую. А, нет, шестую не успели. Электроника не дала на шестую передачу перейти. Ну, понятно, ручное здесь переключение такое, чисто, скажем так, номинальное. Как бы оно есть, но что оно есть, что его нет, нам от этого не хуже, не лучше. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по регулировкам руля. Получается только по углу наклону. По вылету регулировки, к сожалению, нет. Кнопка центрального замка, аварийка. Как я уже сказал, магнитола с Bluetooth, 4 динамика, CD, AUX, USB. Как бы, ну, мультимедиа, в принципе, ну, такая обычная, стандартная, ничего особенного. Здесь у нас бардачок под мелочи, большой бардачок. Здесь, ну, как большой, просто бардачок. Здесь два у нас подстаканника идут, третий подстаканник для задних пассажиров. Ниша под мелочи, розетка на 12 вольт. Сиденья, знаете, такие очень мягкие. Посмотрите, какая боковая поддержка, ребят. Просто вот боковую поддержку вам показываю. Чтоб вы понимали, вот, как говорится, бабушкин диван очень мягкое. Вот прям кресло, реально, прям кресло. Мне, конечно, нравится вот эта вот расцветка. Она не унылая, и бежевые оттенки, и какой-то крашеный пластик. В принципе, неплохо все это смотрится. И хочу вам сказать, если мотор просто в пик не выкручивать, то аэродинамические шумы особого дискомфорта-то и не доставляют. То есть ехать можно. Особенно, когда вспоминаешь, что тачка на максималках 629 тысяч рублей стоит. Понятное дело, что тут максималка не прям супер какая-то богатая. Но касаемо магнитола, да, купил двухдиновую магнитолу, любую. Она стоит сейчас с большим экраном, причем которая нормально, прям очень хорошо будет работать. На Алиэкспрессе максимум там 7 тысяч рублей с доставкой до России. Если в Москве уже покупают, то тысяч за 8, за 9 можно взять. Тоже там будет и Bluetooth, и навигация, и вообще все что угодно. Туда же можно и камеру заднего вида, и парктроники вывести. Короче, полный мультимедийный комплекс, если как допчик самому собрать, в 20-ку вам в среднем обойдется, что в принципе 629, да, плюс 20-ка, 649 тысяч. У вас будет и экран, и камера, и задний парктроник. Нормально, а что? Считаю, неплохо. Но у вас будет и автомат шестиступенчатый. Так. Кстати, автомат реально неплохо переключается, мне нравится. Нету бесячего какого-то вот этого, знаете, затупа, еще чего-то. Сейчас пересаживаемся в Альмеру и попробуем точно так же прокатиться. Посмотрим, как эта машина себя ведет в таких же условиях. Ребят, ну что, мы в салоне у автомоб... В Nissan Альмера. Не у, а в Nissan Альмера. Сразу начнем, наверное, с регулировки руля. Абсолютно такая же ситуация, только по углу наклона. Мультифункции на руле никакой нету. Но руль кожаный. Но, правда, и тачка стоит 816 тысяч, как я уже сказал. Вот за 816 тысяч производитель нам дает вот такой вот экран. А ну-ка, ся, погодите-ка. У айфона экранчик-то значительно побольше, понятно. Короче, небольшого размера экран, тут максимум 4 дюйма. Что на него выводится? Навигация, но у нас карты нету, потому что SD-карта здесь не ставлена. Есть также Bluetooth, MP3, всякие такие вещи. Розетка на 12 вольт. Очень неудобно сделано расположение, дорогие друзья, управления кондиционером. Потому что приходится как-то руку туда загибать, что-то изворачивать. И это очень неудобно. Так, сейчас я включу ближний свет, чтобы подсветка вам была видна. Красная подсветка идет у нас здесь. Вот, ладно, сейчас я селектор в драйв переведу, чтобы хотя бы рассказать вам об этом всем. Управление электростеклоподъемниками. Также здесь, на двери этого ничего нету. Но с точки зрения эргономики, вот этот вот блок с стеклоподъемниками и кондиционером сделан, конечно, очень неудобно. И, я не знаю, этот подлокотник как доп. оборудование установлен, либо это с завода шел, я чуть не могу понять. Но, если это заводская фишка, то это, конечно, полный фейл. Ручник под этим подлокотником, что-то вообще ни о чем, если честно. Так, начинаем движение. Мотор 1.6, 102 лошадиные силы, как я уже сказал на автомобиле. Так, ну, по первым впечатлениям, в принципе, шумка похожа. Но сейчас посмотрим, когда уже разгон будем делать. Слушайте, ну, мотор, если честно, не такой отзывчивый, как на Равоне. Мне кажется, у этой машины... А, 11 тысяч пробега, да господи, а что с машиной за 11 тысяч может случиться? Да, в принципе, ничего. Считаю, обкаточка. Так, сейчас мы выйдем напрямую, точно так же разгонимся, посмотрим, как машина себя ведет при перестроениях. Такая же у нас резина стоит, не шипованная, зимняя, вот. Но мотор здесь, я вам сразу хочу сказать, более шумный. Мне приходится чуть-чуть повышать голос для того, чтобы нормально вести. Вот тест-драйв записывает, да? О, на полицейских гораздо жестче подвеска, прям гораздо жестче, ребят. Ну, и прям, прям вообще нехотя раскручивается. Прям так тяжело, и спорт режима здесь нету, но возможность вручного переключения, кстати, точно так же присутствует. Так, давайте сейчас попробуем разогнаться. Также один раз в горку, один раз под горочку. Сейчас мы там отпустим автомобиль. Я даже не уверен, что мы здесь сможем до 100 км в час на этом же отрезке разогнаться. Потому что там-то мы смогли, на той машине. Ну, давайте попробуем в пол. Она здесь вообще не пробуксовывает. 60, хотя не, наверное, успеем. Ох, тяжело ей. Да нет, соточка, успели, разогнались точно так же. Так, это мы сделали, получается, в горку. Давайте теперь то же самое под горочку попробуем. Так, вот именно от этих, от этого перекрытия мы разгонялись. Давайте еще разочек в пол. Поехали. Мотор почему-то крутится. Так, 90, соточка. Ну, точно так же, в принципе, как и на Равоне. Динамика очень похожая. Но здесь гораздо, ну как, не прям гораздо, но шумнее, ребят. Реально шумнее. Ощущается шум. И от коробки передач, и от двигателя. Ну, и, честно говоря, приборная панель, исполненная в оранжевых оттенках, как-то устаревше смотрится. И вообще, весь интерьер просто, если вы сравните с тем же Равоном, ну, он гораздо скучнее. Пластик везде черный, однотонный. И даже, несмотря на небольшие вкрапления, скажем так, хромированных деталей, все это смотрится, ну, очень-очень таким старым. Ну, по дизайну, с точки зрения дизайна. И, конечно, мне очень не понравилось, с точки зрения эргономики, управления вот этим кондиционером, стеклоподъемниками. И это сделано не очень удобно. Но, с другой стороны, когда в драйве, да, но, как бы, не могу сказать, что оно прям сильно мешает. Вы через селектор коробки передач, получается, руку хоп, и можете регулировать. Ну, не знаю. Сидения здесь тоже очень мягкие, никакой боковой поддержки, ничего такого нету. Тоже, как бабушкин диван. Вот, место, в принципе, похоже. Сижу я, ну, практически точно так же, как в Равоне, с точки зрения, вот, объема, да, салона. Вот, но интерьер, конечно, за 829 тысяч, ну, хотелось бы большего, честно скажу. Ну, пусть пластик такой же будет жесткий, все, пусть ничего не делают. Просто цвет хотя бы изменили на какие-то яркие оттенки. В машине находиться было бы гораздо приятнее. Ребят, пришло время подвести итоги. Я не знаю, кому из вас какая машина понравилась, вот. Но в данной схватке лично я отдаю предпочтение Равону, объясню почему. Не потому, что у него, там, прям он во всем лучше или еще что-то. Ну, просто, блин, 629 тысяч на тачку, за тачку с автоматом шестиступенчатым, с неплохим мотором, с таким веселеньким, светлым интерьером. Ну, это адекватный ценник. У Ниссана тоже есть свои плюсы. Это и клиренс повыше, да, вот. И сзади места перед ногами больше, но, правда, для головы чуть меньше. Ну, по салону они по размеру плюс-минус одинаковые, плюс в Ниссане еще и багажник меньше оказался. Выбирайте, что вам больше понравилось. Я вам максимально сегодня, честно, все показал. Прокатился. Шумка, кстати, в Равоне поинтереснее, она потише. Вот, коробка потише на максимальных оборотах работает. Сам движок на максимальных оборотах потише работает. Вот такие два автомобиля сегодня на ваш суд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пока!